Я считаю, что в условиях, которые мы имеем, разговор Байдена с Путиным закончился в целом положительно. Путин не получил ничего от Байдена, никаких обещаний, никаких гарантий. Напротив, Байден выложил на стол Путину перечень тех мер, которые будут предприняты против Российской Федерации в случае агрессии против Украины. По словам Байдена, которые он повторил уже на следующий день в интервью после разговора с Байденом, этот перечень мер таков, которого Российская Федерация еще не видела. На вопрос журналиста, как он считает, понял ли Путин, что значат эти санкции, Байден сказал, да, я уверен, он понял. Более того, Байден сплотил против Путина коалицию, которую включает НАТО и Европейский Союз. Последние два дня из Европейского, из Брюсселя, из Берлина, от нового министра иностранных дел Германии последовали заявления, которых не было со времен распада Советского Союза. Строжайшее предупреждение тех катастрофических последствий для Российской Федерации, которые произойдут в случае интервенции. Что с моей точки зрения, какую игру играет Крем? Я думаю, это гораздо большая игра, чем до сих пор мы обсуждали. То есть, последние три дня из уст замминистра иностранных дел России, из уст политолога, приближенного к Путину, прозвучало, что мы идем к Карибскому кризису. А два дня назад начальник Генштаба Российской Федерации Герасимов сказал, что российские ракетно-ядерные силы приведены на 95% в состояние полной боеготовности. Я считаю, это блеф, стратегический блеф. Но мы помним, что осенью 1962 года Карибский кризис тоже начался с блефа Никиты Хрущева. Но он недавно поставил фактический мир на грань войны. Вот такая сейчас ситуация. Значит, работа, по словам представителей Соединенных Штатов Америки, после разговора Байдена с Путиным продолжается. Сейчас США вместе с союзниками по НАТО и ЕС финализируют те, значит, меры, которые будут в случае агрессии Путина применены. В этих условиях я хотел бы обратить внимание на следующее. У меня есть канал в YouTube, где есть, ну, где 4 миллиона просмотров в неделю. Я слышу, мне пишут из России, пишут из Украины. И вот после разговора Байдена с Путиным там стоит стон. Америка, Байден, нас слили. Значит, я вам должен сказать, что никакого, ни о каком слиянии, сливании речи не может быть. По простой причине. Значит, для Америки Украина – это фактически второй Тайвань. То есть вы знаете, что главный противник стратегически Соединенных Штатов – это Китай. Россия – союзник Китая. Если, не дай бог, Россия захватывает Украину, то на следующий день или через неделю, через месяц Китай сделает то же самое с Тайвань. Если это произойдет, то такой страны, супердержавы, как Соединенные Штаты Америки, существовать больше не будут. Поэтому вопрос о защите Украины для администрации США – это вопрос стратегический. Это вопрос фактически противоборства с Китаем. Поехали, пане Юрію, я короткий? Может быть, я еще, да? Прокоментувати або питання? Ні, мне понятно все. Ні, мы обязательно сразу вам дамо репліку. Да, да. Пане Юрію, еще одно уточнение с приводу имоверного вторгнення Росії в Украину. Питание, которое принято после всех этих двосторонних разговоров, или все-таки оно остается? У нас уже в студии привиняло, что есть представители, которые вообще уверены в том, что эта ручница, она выстрелит в любой момент. У вас які враження? Ну, понимаете, можно планировать в таких ситуациях в разведке военной, они планируют по худшему варианту, лучшему и оптимальному. Я могу планировать по наиболее вероятному развитию событий. Я считаю, что это блеф, но блеф стратегический. Но ставки настолько высоки, и учитывая, что речь идет о ядерных державах, это та ситуация, когда лучше перепроверить большую бдительность, чем меньшую бдительность. Поэтому нужно ориентироваться, нужно максимально, так сказать, мобилизоваться. И в этом плане, я считаю, что Украина, вот вы задавали здесь вопрос о сепаратных переговорах. Сепаратные переговоры Украины с Путиным это будет катастрофа. Это будет капитуляция перед Россией. Когда враг стоит у ворот, необходимо всем союзникам объединяться. Украина, Соединенные Штаты, НАТО, Евросоюз. Вот эти переговоры, которые могут привести к успеху. Сейчас, кстати, в Белом Доме мнение такое, что они считают угрозой немедленное вторжение отодвинуто. Сейчас дело за дипломатией, а здесь Украина среди большинства. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok